Ката-ката не забудь. Сам, когда рисую, никогда не ставлю автографы, автограф, как это называть, да, ланки, кнопушкин, кноп, кноп, сто раз, сто раз снимался, да, и все время, когда вот, надо что-то вот говорить или вот что-то вот, я не то что теряюсь или что-то, вот как-то знаю, что вот этот разговор должен где-то быть слышно, да, или что-то, вот все время хочется что-то вот такое сказать, я не знаю, вот, наверное, больше всего от того, что вот оно вечно, он записывается, да, вот мой сын вырастет, он будет слышать, да, мой голос, что я, о чем я говорю, не знаю, вот, я в последнее время больше думаю о моем ребенке, я не знаю, вот какая-то ответственность за каждое слово, вот чувствуешь, в первую очередь перед ребенком, понимаешь, он же в создании любви, да, он родился, он в создании любви, вот, все время думаешь, а что бы не проболтал бы папа, вот, не говорил, вот это мои картины, ланик мимо, вот я привез, очень странно, я привез через Молдавию сюда, на границе говорят, что за картины, говорю, ну, мои работы я рисовал, они мне говорят, это ты рисовал, я говорю, да, ну, говорит, а как доказать, что это мои картины, а может быть, это и не мои картины, я не понимаю, что происходит, по-моему, происходит что-то непонятное, в общем, я чувствую себя неловко в том смысле, что они так смотрели вот картину, да, там уже стоят и смотрят, но сначала мне было приятно, что всегда художнику приятно, когда кто-то не до внимания обращает на его картину, да, они так моментовски смотрят, вот что это такое, а это что, а я случайно сказал, там сусальное золото, вот, покажи, вот, видишь, тут блестит, вот там кусочек блестит, что это, говорит, там блестит, а я говорю, это золото, сусальное, ты врубился, да, как я сказал золото, там лупу взяли, так начали смотреть, смешно, вот, надеюсь, что за инфраструктуру выставить вам эти работы, я не знаю, нехорошие или нехорошие, но я рисовал, когда был болен, решил из больницы, должен был 20-30 дней лишать, а тут через неделю ушел и чувствовал, что раз я болен, я должен рисовать, если я серьезно болен, я должен серьезно рисовать, то есть все оно должно идти, я не знаю, по картине чувствуете, что это больной человек, рисовать, физически нет, умственно я больной, давно больной, я официальный психопат, да, да, что ты смеешься, я официальный психопат, меня даже события в армии не брали, официальный психопат, и имею даже документ, но об этом сейчас нельзя говорить, потому что надо держать это так, так что я в тайну говорю, вот, но чувствуете, что этого человека печень больной, который рисует, или кровь какой-то засоренной, чувствуете, не, не чувствуете, вот, вот эти тоже работы, вот так, знаешь, вот так, столько многих энергий бивает, Ланик, вот куча, вот все время рисую, я как-то конвером рисую, рисую одну работу, потом другую, потом третью, потом четвертую, потом пока уже пятую рисую, первый уже немножко высыхает, потом я продолжаю на первую, потом уже все это не хватает, краски так прям пальцами беру и начинаю мазать, вот, по бумажкам, в общем, чем я дальше работаю, я понимаю в одно, можно работать чем угодно, на чем угодно, и как угодно, то есть, это полно, смотри, эта дырка какая красивая, я хочу, чтобы здесь не было, вот смотри, вот, смотри, смотри, такая дырка, представляю, а сейчас эту дырку видит Гурвиц, скажет, да, представляешь, сейчас этот мир города видит оттуда, скажет, почему у нас в городе такие неблагоустроенные дома, изумительный дом, это не, пожалуйста, будьте там, придите сюда на минутку, я у вас беру интервью, но, пожалуйста, пожалуйста, вот это Нелли, я вчера приехал, гости к ней, вот, пришел, картины, пожалуйста, почему, вот скажите, пожалуйста, в микрофон, будьте там, хорошо, извините, это, вот скажите, пожалуйста, можно интервью брать, как вы относитесь к искусству, вообще, в общем? В общем, прекрасно, в отличие от некоторых художников, да, ну, как художник, да, это нормально, скажите, почему? А что с ней на вы? А почему вы с ней на вы? А потому что она сказала, что она не лезла, не лезла, так говорит, я уже на вы говорю, может, нет, а может, если я с ней говорю на вы? И потом, извините, пожалуйста, я здесь вот вышел пописать под кустик, я тут проходил случайно, да, я вот не понял, во-первых, почему художник берет интервью, Я правильно держу это? Да, я себе говорю. Ну, и ты, да, вообще, держишь ты вообще правильно, держишь ты правильно, ты держишь правильно, но редко, слышишь, брат, ты держишь, не ты, не я держу, а ты, правильно ли ты держишь? Так вот, ты держишь правильно, но очень редко. Что? Я держу. У меня, кстати, насчет того большой опыт. Я стариняюсь, что я держу профессиональный уровень, когда держу, точно орган. Насчет держания. Да. Понятно. Так, хорошо, я не понял, а что я работаю? Да, да, это микрофон. Это микрофон. А, кстати, сейчас ты что говоришь? А для кого мы это говорим? Для нашей студии. Для Бога? А, Бог слышит даже, когда мы думаем. Или мы это говорим для того, теперь... Нет. Для наших... Для своего ребенка, для детей, для потомства. Дорогие дети. Снова я говорю. Да. Не очень уважаемое потомство. Почему? Что? Что? Не очень уважаемое. Я не уважаю потомство. Подожди, что он сказал, говорит, не очень чего? Не очень уважаемое потомство. Ну, это говорит, что мы для детей или для потом? Я не уважаю будущее. Не очень уважаемое потомство, потому что не очень... Я не люблю детей, и у меня было тяжелое детство. Ты, брат. Для этого ты каждый шагу детей делаешь, да? Он не любит детей, да? Везде его дети. У меня трое детей всего пока, но... Везде карабусики будут. Но один товарищ сказал, что это еще не финиш. То есть еще не вечер. Возможно, будет еще. Короче говоря, что ты хочешь, чтобы мы сказали для детей? Нет. Я вот просто... Ой, хочешь, можно... Я когда эту картину рисовал, я помнил о тебе. Думал обо мне. Да. И ты даже чувствовал, что я похудею к этому времени. Да. Потому что я как будто здесь очень стройный. Я все время думал о тебе. Обо мне. Я не знаю почему. Вот этот фон я много-много раз перемазал. В чем смысл? Я все время хотел его куда-то вот такой вглубь, в сказку. Куда-то там туда, понимаешь? Какой-то такой золотистый туман. Вот все время... Ты... Вот я не знаю... Да. Ты в скрипку... Кажется, ты эту картину купишь. Да. Я уже ее купил. Я купил... Значит, сразу я говорю, это не для детей. Это не для детей, не для потомства. Я покупаю здесь три картины. Три так мало? Вот эту. Да. И вот эту. Я бы купил эту. Да. Но я думаю, что я не донесу ему. У меня нет такой большой дом. У меня нет такой большой дом. А ты как будешь вывести за... Если ты эту картину купишь, это звучит как бы... Вы не хотите обедать? Нет? Да. Слушай, а как он вывести так-то? Отсюда из Украины ни хуя ничего не вывезешь. Я же не в Канаду, а в Москву. Причем в Балашиху. Ничего. Я их... Ты вывезешь, да? Нет, да. Я в них, ты сам, положу в ящики, оберну этим самым... Просом. Ну, если я покупаю картины, я не покажу, естественно. Ну, что ты считаешь, что их надо вывезти? И страны имеют, и имеешь... Нет, они из Украины, и в России. Знаешь, из Путешествия родящего из Петербурга в морскую? Ну, если я пойду в Москву, Талин... Я имею в виду, что за границей совсем не нужно вывезти. Ну, как? Значит, я перевожу то, что... Подожди, помолчи. Нет, подожди. Значит, Нелли имеет в виду, что... Правильно держит микрофон, да? Смотрите, микрофон главное правильно держит. Значит, Нелли имеет в виду, что вывозить эти картины из этой квартиры совсем не обязательно. Это очень правильно, наверное, где держится? Солнце мое на твои глаза, и вообще-то я... Отлично, только освещение. Можно здесь выставку будет сделать? Значит, послушай меня. Слышишь, ты, придурок. Лысый придурок. Лучше раньше квартирные выставки были. Совсем маленький, маленький, но тут же... Ваги. Короче, еще... Слушай, я должен полепить... Он правильно держит микрофон? Это не точно диагональный. И вот если неправильно, он держит ему, скажи, и он поймет. Значит, если ты будешь... Добрый день, Радочка. Он проснется, увидит куклю, и никак. Куклю увидит, проснется, и все. А это для чего такое вот это? Это для Карлсона. И он так держит микрофон, да? Так держит. Значит, это самое... Москве позвонили, да? Я говорю, Крюбыш, я тебе к телефону. Он говорит, да, сюда, я поснимаю, я идешь вам на телефон, он сидит на унитазе. Я в это время ставлю на телефон и фотографирую. Дай его. И он говорит, я говорю, что это не актуально здесь сидит. Потому что он все время, когда говорит по телефону, долго хотели, он берет телефон, идет к себе в унитазе, что за 4 минуты. Вот в этот момент, да, вот этот момент вы... Он правильно держит микрофон? Да, точно, как раз в связи с унитазом. Так вот, послушай меня. Я не знаю действительно, для кого я сейчас... Да, да. Для кого я сейчас говорю, наверное, для этой прекрасной женщины. Ой, можно я ей ручку поцелую? Да, да. Вот. Неля, давай ее сюда, давай, вот такая... Она подумала, что я ее хочу познакомить с мужа. Кто это? Таня? Или ты? Это кратеринка. Я ее хочу вырвать отсюда. Я уже друг ее родила. Ну позови, она клевая телка. Давай, давай. Она зайдет сюда? Она подумала... Она думает, что мы хотим ее подправить. Но я хочу, я... Я ее приглашаю к этому. Кстати говоря, это... Это и произойдет. Так, послушай меня. Это колоссально. Значит, сейчас придет эта баба, и она меня собьет с мыслью. Значит, я поэтому хочу сказать. Я же тебе говорю, придурок. Зайдите, пожалуйста, только быстро, потому что вы сбиваете... Я не знаю, что ты там, что... Грудь? Грудь у меня нормальная, я похудел. Девушка, я вас умоляю, девушка, поверьте мне. Здравствуйте, добрый вечер. Это же не крутится. Здравствуйте. Ой, слушай, пусть она стоит там, если она стесняется. Я уже понял. Она через стекло напоминает Таисофинскую. Но без стекла... Особенно на этой шахматной доске, да? Дайте ей посмотреть картины. Да, ну вот... Не, я не могу. У нее в глазах страх. Девушка, поверьте мне правильно. Там, где есть страх, там не может быть искусства. Вам не нравится камера, микрофон и все-таки? Вам не нравится камера, микрофон и все-таки? С полстаканом воды. Так, все, с ней... Она мне уже не интересна. Я уже ее и не хочу. Ваги, иди сюда, я буду говорить тебе. Вот смотрите, когда я сказал, что вы уже не интересны, что вы уже можете это сказать, быть свободны, так вы уже пришли. Только не это самое. Ваги, иди сюда. Я же сейчас... А вот матерь не разумеет. Нет, все. У тебя работает эта херня? Сейчас нет. Сейчас нет. Ну так включи, я сейчас скажу и... Скажу. Ключи, кончи. Сейчас это пора кончать. Девочки рад посмотреть. У девочек ходят делать, что она хочет. Как вас сам достать? Приятно, как вам? Что такое? Понятно. Так, хорошо. Все равно он придурок. Ну это понятно, что это... Вот. Значит, я что хочу сказать? Вы можете помолчать? Дайте мне сказать наболевшее, выстраданное. Я не знаю, для кого я это говорю, но я... Я это очень говорил... Мы это говорим для наших детей. Послушай, для наших детей. Так вот я очень часто, опять-таки, говорю, пусть меня поймут правильно, даже если когда-нибудь это будет транслироваться на интервидении. Я это говорил... Обычно я это говорил... Я с тобой беседую всегда на горшке, я тебе сказал. Так вот, что я хочу сказать. Да, сранистый, конечно, отмен. Я хочу сказать одну вещь. Меня вот в этой жизни, мне 44 года. Стимурул. Если у вас здесь у горшка, вы можете спокойно сживать один стимурул, стимурул успокаивает горшок. Ты можешь... Ты можешь хоть один раз... Стимурул. Нелечка, можно я буду говорить тебе? Давай мы с тобой будем общаться, видишь, на солнце. Потому что... Ну, давай так. Если у вас по-другому не оказывается горшок, ты можешь все портовать жевательными резиновыми стимулами. Нелечка, я тебя умоляю, пойди сюда ко мне. Серьезно, солнышко. Наталья, меня не вот, видишь. Так вот, меня попросили сказать более официально. Я не знаю, для кого говорить, потому что здесь нет союза художников, мы не в Кремле, не в зале манежа, не на аукционе Собби, мы в этой вот квартире. Можно, так можно выразиться, в чужой квартире. В волосе выдущей. В киме. Вот. Пристроился. У нас нет... Но, ты понимаешь, что я хочу сказать? Я, вот с тех пор, как я познакомился с этим вот... Вы жили меня его? Я сразу, вот в течение каких-то пяти минут общения понял, что я, это историческое, богоданное событие. И когда я, будучи еще ребенком, мечтал и жалел, что я не имел счастья жить в эпоху Ван Гога и Гогена, а было интересно посмотреть, как они жили, и я думаю, что Бог, поскольку меня очень любит, он услышал меня и послал мне встречу с этим товарищем. Вот, с этим килпом Ваганом, который живет в полном идиотизме. Ваган, прекрати. Ваган. В деревне, он уже целует ручку. Ну что, ты занимаешься ерундой? Слушай меня. Да, я тебя слушаю, но я еще не могу. Мы все занимаемся ерундой. То, что я делаю, это тоже ерунда, но это историческое. Безусловно, он насилует человека, я не могу не реагировать на себя. Через пять лет, а может быть через три года, вот эта пленка, она будет бесценна. За нее будут платить миллионы долларов. Безусловно. Безусловно. Биллионы долларов. Но нас это не будет касаться. Нас это будет касаться, потому что мы будем на втором еврейском кладбище, причем все кроме евреев. А почему кроме евреев? Ну, потому что евреи один. А армян что, тоже хоронят на втором кладбище? Ребята, послушайте меня. Я хочу сказать одну вещь, причем я не стесняясь говорю, даже это принял. Значит, вот все, что здесь, это шедевры. Это то, над чем потомки эти мудаки, извиняюсь, пусть меня простит. Пусть он повторит, что это все шедевры. Он еще повторит, мне нравится. Это все выдающиеся, великие произведения искусства. И при этом ковырешься в носу, чтобы серьезный вид был. Не кривай, не пойми меня правильно, я же последний романтик, и водолей, потом у меня 7b, а у меня шизофрения. Да, ты можешь уже отвечать, я уже, ну, послушайте, заткнись. Значит, я хочу сказать, что вот это все... А ты зря сказал, что шизофрения, никто серьезно не будет принимать. Значит, послушай меня, у меня на этот случай есть одно очень хорошее выражение, оно принадлежит не мне, а Шекспиру. Ну, скажи, что ты не шизофреник. Нет. Я, как я считаю, не шизофреник. Вообще, в Индии 90% шизофреников, никто не знает, что это такое. Ты знаешь, что, между прочим, Достоевский тоже шизофреник. Достоевский? Да. По-моему, Достоевский точно не знает. И Достоевский, и Штраус, и Гоффман, и Эрнст Теодор. Я имею в виду Рихарда Штрауса. Ничего, Страус, все нормально. Так вот, понимаешь, да, шизофреников много. Ты меня все время, ты хочешь меня... Я понимаю, ты волнуешься, тебе очень приятно, что тебе такое говорят. Но я хочу сказать... Я еще и говорю, я не знаю, для кого я говорю, но во мне кипит огромное чувство протеста и возмущения. Потому что сегодня художники типа Шемякины, Глазуновы, Брускины, Врубили и прочие Гриши... Это который написал поцелуй Брежнева с Хонекером на великой германской степени. Я же тебе говорю, молодой, новый, молодой поцелуй Хонек. Короче говоря, не важно. Я что хочу сказать, что вот это принадлежит вечности, не народу. Народ ничего не понимает и никогда не поймет. Это принадлежит только Господу и вечности, и тем немногим единицам, которые могут это оценить и увидеть. Но я хочу сказать другое, что у нас, мне бы, к сожалению, не... Заткнись. Заткнись, а то никто не поверит твоим словам. К сожалению. Заткнись, я тебе еще раз говорю, дурак, пожереблю. Я серьезно, я сейчас поездил удар. Заткнись, я что хочу сказать. Давай, говори, говори. Ой, как ты мне ударил. К сожалению, ни у кого из нас, ни у того, кто снимает, ни у того, кто здесь сейчас живет, ни у этой вот прекрасной женщины, божественной Нелечки, не будет времени, понимаешь, у нас не будет времени на то, на историю. То есть уже исследовать после твоей смерти и кричать, что вот здесь ходил Ваган, и здесь жила Неля, и здесь стояли эти работы, и вот посмотрите, и вот художник скачал. Понимаешь, не будет, потому что нас ждет начало конца, да? Мы все знаем, что, так сказать, вот этот самый апокалипсис, в котором все говорят, никто не верит, он не за горами. Значит, я точно знаю, я тебе говорю как пророк, беру на себя функцию права, что исследовать твое творчество будет некому. И поэтому, если при жизни тебя не признают, значит, вот там, но это грустно. Это где там? На втором этаже, где Подгайнов живет? Нет, на седьмом этаже, на седьмом небе. А, ты и так говоришь. Где Подгайнов живет? Да. Кстати, никто не знает, кто такой Подгайнов, кстати, тоже неплохой пряник, кто же у него... Никто не знает, кто такой подгайнов. Князь. Князь Аргутинский Долгорукий. Вот. Очень Долгорукий. Поэтому... Долгорукий. Ваги, я тебе еще раз говорю. Очень Князь. Я тебя люблю не потому, что ты хорошо играешь на пианино. А я что? А, да. Не потому, что ты можешь сшить из говна конфетку. Я имею в виду, из там курточки, там ты шьешь. Не потому, что ты можешь из бумаги сделать флейту, и она звучит. Да, кстати. И даже не потому, что ты можешь рисовать пальцем. Хотя пальцем нарисовать могут очень немногие. Ну, и даже не за то, что ты можешь заставить несколько приятных минут некоторым избранным женщинам. Вот. Интересно. Интересно, да? Я понятно вообще говорю пока? Только что, только что, только что я поняла, что я об этом ничего сказать не могу. А почему? Потому что ты женщина. Так вот, Ваги, я тебя люблю... Слышишь? Ты застеснялся, я зарумянился. Ваги, я тебя люблю за то, что... Вот я говорю, со времен... Вот я в своей... Вот правильно держишь меня. Я в своей жизни... Я тоже гений. Может, ты сыграешь? Я сыграю, обязательно. Я сейчас сыграю, обязательно. Давай тогда... И уже возьми. Подожди. Возьми скрипку. Давай, давай, давай. Да, да, да. Иди вот сейчас мы возьмем скрипку и завершим этот музыкальный такой момент. Давай. Дай сюда, давай. Вот вы говорите, пусть она болтает, а вы говорите. Что? Что скажете? А можно я просто так скажу? У вас же не видно, вы просто говорите, вы с такой нежной головой говорите вот так, пожалуйста. Да не надо микрофона. Мы очень понравились уже. Правда? Да. Я очень. Тогда поцелуйся. Вы же из Вагана и в свежий снег подложила огромный печаток. А Маруся, Маруся, ты спрятай. А 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 Маруся, ты спрятай. Подожди, подожди. Девочка пусть держит Наташа. А Маруся, ты спрятай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сашенька Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Паукова Субтитры создавал DimaTorzok 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 все хорошее впереди все впереди хорошего полкова все хорошее впереди ура да веселая песня об одессе о рыбкой единственное что я очень надеюсь что мы еще в одессе с тобой погулять а сейчас у меня поезд я уже в киев на встречу с моими очень самыми любимыми друзьями с митей колей наташей и мы там все это посмотрим и посмеемся жалко сейчас мы были у ваганов больницы и вот слава богу он живой ему продолбили череп и он рвется на кислород сказал кноп почему ты не повесил мои картины я стал ваган у меня сделал то что я мог и не успел но ты меня бросаешь в чужом городе да ты потерял кнопок ваган таки что веселая а можно еще одну песню спою и стал очень веселая песня На открытые старые раны Я не трус, но боюсь, но боюсь Просыпаться один утром рано Я устал, я устал, я устал Расшипеть отказавшись однажды Я не знал, я не знал, я не знал Что любовь не рождается дважды Я лечу, я лечу, я лечу Неизвестность от счастья леку Я лечу, я лечу, я лечу Это смерть мою целью Ну, пойми, наконец, не хочу Продолжение твоего поцелу Я шучу, я и мертвый шучу Жить нельзя наслажденью, минуя Мажорный конец! Ура! Хэппи! Все, выключаем! Ура, 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 ура! Слава Богу, что все будет лучше Делай интервью Только подмойся сначала Дай интервью, дай только подмойся сначала Кота-кота не забудь Писать надо подмойся на картине Видишь, у меня на картинах Только тогда Бог не ставлю, когда Куда-то уходит Сам когда рисую Сам когда рисую, никогда не ставлю Автографы Автограф, как это называется, да? Ланки Кнопушкин Кноп, кноп! Сто раз снимался, да? И все время, когда вот Надо что-то вот говорить Или вот что-то вот Я не то, что теряюсь или что-то Вот как-то знаю, что вот этот разговор Должен где-то быть слышно, да? Или что-то Вот все время хочется что-то вот такое сказать Я не знаю Вот Наверное, больше всего От того, что вот Оно вечно, он записывается, да? Вот мой сын вырастет Он будет слышать, да? Мой голос Что и о чем я говорю Не знаю Вот я в последнее время Больше думаю о моем ребенке Я не знаю Вот какая-то ответственность За каждое слово Вот чувствуешь В первую очередь перед ребенком Понимаешь, он же в создании любви, да? Он родился, он в создании любви Вот Все время думаешь А чтобы не проболтал бы папа Вот Не говорил Вот это мои картины Ланик, милый Вот я привез Очень странно Я привез через Молдавию Сюда На границе говорят Что за картины? Говорю Ну, мои работы я рисовал Они мне говорят Это ты рисовал? Я говорю, да Ну, говорит А как доказать, что это мои картины? А может быть, это и не мои картины? Я не понимаю, что происходит По-моему Происходит что-то непонятное В общем, я чувствую себя Неловко В том смысле, что Они так смотрели вот картину, да? Там уже стоят и смотрят Но сначала мне было приятно Что всегда художнику приятно Когда кто-то внимание обращает на его картину, да? Они по ментовски смотрят Вот что это такое? А это что? Они случайно сказали Там сусальное золото Вот покази Вот видишь Тут блестит Вот там кусочек блестит Что это там блестит? А я говорю Это золото Сусальное Ты врубился, да? Как я сказал золото Вот там лупу взял И так начали смотреть Смешно Вот надеюсь, что Владислав выставить Вот эти работы Я не знаю Нехорошее или нехорошее Но я рисовал Когда был болен Решил из больницы Должен был 20-30 дней Решать А тут Через неделю ушел И чувствовал Что раз я болен Я должен рисовать Если я серьезно болен Я должен серьезно рисовать То есть все оно должно идти Я не знаю Но по картине чувствуете Что это больно Человек рисовать? Физически нет Умственно я больной Давно больной Я официальный психопат Да-да Чего ты смеешься? Я официальный психопат Меня даже сахар И в армию не брали Официальный психопат И имею даже документ Но об этом сейчас нельзя говорить Потому что Надо держать эту тайну Так что я в тайну говорю Вот Но чувствуете Что этого человека Печень больной Который рисует Или кровь какой-то засоренной Чувствуете? Не, не чувствуете Вот Вот эти тоже работы Вот так знаешь Вот столько Многие энергии бивает Ланик Вот куча Вот все время рисую Я как-то там вверх рисую Рисую одну работу Потом другую Потом третью Потом четвертую Потом пока уже пятую рисую Первую уже немножко высыхает Потом я продолжаю на первую Потом уже все это не хватает Краски так прям Я ее пальцами беру И начинаю мазать Вот По бумажкам В общем, чем я дальше работаю Я понимаю в одно Можно работать чем угодно На чем угодно И как угодно То есть Смотри, эта дырка какая красивая Я хочу, чтобы ты с ней Вот эта дырка У меня вот смотри Вот Смотри, такая дырка Не представляю А сейчас эту дырку видит Гурвиц Скажет Представляешь, сейчас Это мэр города Видит оттуда Скажет Почему у нас в городе Такие неблагоустроенные дома Изумительные дома Это Неллия Пожалуйста, будьте так Придите сюда на минутку Я у вас проберу интервью Но пожалуйста, пожалуйста Вот это Неллия Я вчера приехал Гости к ней Вот пришел Картины Пожалуйста, почему Вот скажите, пожалуйста В микрофон Путин Хорошо, извините Это Горчук Да, ну зачем Подождите Вот скажите, пожалуйста Можно интервью брать Как вы относитесь к искусству Вообще В общем В общем Прекрасно В отличие от некоторых художников Да, ну как художник Да, это нормально Скажите, почему Агар Ченни А почему вы с ней, ну и вы А потому что он сказал А за ручным со мной Не лезть, не лезть Так говорить Я уже на вы говорю Может Нет А может здесь я с ней говорю На вы И потом Извините, пожалуйста Я здесь лучше Вышел пописывать под кустик Я вот проходил случайно Да Я вот не понял Во-первых Почему художник берет интервью Правильно держу это Тай сигарет Ну и ты, да Вообще Ну скажите, что Держишь ты вообще правильно Держишь ты правильно Разбудите Ты держишь правильно Но редко Ну я дам Слышишь Да, брат Ты держишь Не ты, не я держу А ты Ты же правильно Не ты держишь Так вот ты держишь правильно Но очень редко Что Я держу У меня, кстати, насчет того Большой опыт Я стремился Насчет его держу Профессионального уровня Каждый раз Когда держу Точно орган Насчет держать Да Понятно Так, хорошо Я не понял Вообще Работаю Вообще Да, да Это микрофон Это микрофон Да, кстати, сейчас ты что говоришь А для кого мы это говорим? Для нашей дети Для Бога Для Бога Для Бога Бог слышит даже Когда мы Или мы это говорим Для того Теперь Нет Для наших Для своего ребенка Для детей Для потомства Дорогие дети С Новым годом Да Не очень уважаемое потомство Почему? Что? Что? Не очень уважаемое Я не уважаю потомство Подожди, что он сказал? Говорит Не очень чего? Не очень уважаемое потомство Мы говорим Что мы для детей Или для потомства Я не уважаю Я не уважаю Уважаемое потомство Потому что не очень Я не люблю Я не люблю детей И у меня было тяжелое детство Это правда Ты каждый шагу Детей делаешь, да? Он не любит детей, да? Везде его дети У меня трое детей всего пока, но один товарищ сказал, что это еще не финиш, то есть еще не вечер, возможно будет еще. Короче говоря, что ты хочешь, чтобы мы сказали для детей? Нет, я вот просто, я когда эту картину рисовал, я помнил о тебе, думал. Думал обо мне, и ты даже чувствовал, что я похудею к этому времени, потому что я как будто здесь очень стройный. Я все время думал о тебе, я не знаю почему, вот этот фон я много-много раз перемазал, так, в чем смысл? Я все время хотел его куда-то вот такой вглубь, в сказку, куда-то там туда, понимаешь, какой-то такой золотистый туман, вот все время для тебя, вот я не знаю, мне кажется, ты эту картину купишь. Да, я уже ее купил, я купил, значит, скажем, я говорю, это не для детей, это не для детей, не для потомства, я покупаю здесь три картины. Три так мало? Вот эту? Да. И вот эту? Я купил эту. Я думаю, что я не донесу, у меня нет такой большой дом, у меня нет такой большой дома. А ты как будешь вывести за... Мне кажется, ты эту картину купишь, это звучит, как вы не хотите обедать, нет? Да, да, да. Слушай, а как он вывезти так-то? Отсюда из Украины ни хуя ничего не вывезешь. Я же не в Канаду, а в Москву, причем в Балашиху, ничего. Я их... Не вывезешь, да? Да, я их, я в них, ты самое, положу в ящики, оберну этим самым спросом. Ну, ты что-то, что-то не ящики надо вывезти. Ты хочешь, чтобы их вывезти? Нет, ну, если я покупаю картину, я ей покажу, естественно. Что-то, что я должен как-то иду, да, я сейчас в Москву... Что ты считаешь, что их надо вывезти из страны, или ты имеешь? Нет, я же из Украины, из Украины в Россию. Дальше из путешествия Радищева из Петербурга в Москву. Ну, если я пойду в Москву, Талин, в Покругу... Я имею в виду за границу, их совсем не нужно вывезти. Значит, я перевожу то, что... Подожди, помолчи. Нет, подожди. Значит, Нелли имеет в виду, что... Правильно держит микрофон, да? Смотрите, микрофон главное не нужно. Значит, Нелли имеет в виду, что вывозить эти картины из этой квартиры совсем не обязательно. Это очень правильно. Где я делаю? Добрушкин меня понимает. Солнце моет твои глаза и вообще-то... Отлично, только освещение. Можно здесь выставку бы сделать? Значит, послушай меня. Слышишь, ты, придурок. Слышишь, я придурок. Мы раньше квартирные выставки были, ты совсем маленький, но тут же... Дваги. Слушай, я должен порепить. Я должен? Он правильно держит микрофон? Да. Это точно. Я наоборот. Если неправильно, он держит, ты ему скажи, он поймет. Значит, если ты будешь... Вот, отлично. Добрый день, Радочка. Еще не увы. Он проснется, увидит куклю и никак. Куклю увидит, проснется и все. Повескать. А это для чего такое вот это? Это для Карлсона. И он так держит микрофон, да? Так держит. Значит, это самое... В Москве позвонили, да? Я говорю, Крюпич, на тебе к телефону. Он говорит, да, сюда. Да, я поднимаю. Я идешь вам на телефон, а он сидит на унитазе. Я в это время ставлю на телефон и файл картирую. Да, его. И он говорит, я говорю, когда он на актуальной здесь сидит. Потому что он все время, когда говорит по телефону долго, а теле, он берет телефон, идет себе унитаз на 64-м. Вот этот момент, вот он, да, вот этот момент, вот он, да, вот этот момент, вот он правильно держит микрофон. Да, точно, как раз в связи с унитазом. Как вы послушай меня, я не знаю действительно, для кого я сейчас, для кого я сейчас говорю, наверное, для этой прекрасной женщины. Ой, можно я ей ручку поцелую? Да, да. Вот. Неля, давай ее сюда, давай, вот такая. Она подумала, что я ее хочу познакомить с мужем. Кто это, Таня? Я Квадирамик. Я ее хочу вылетать отсюда. Ну позови, она клевая телка. Она зайдет сюда? Она подумала. Она думает, что мы хотим ее подтраховывать. Она, да. Но я хочу, я ее... Я ее приглашаю к этому. Кстати говоря, это... Это и произойдет. Затем не жили бога. Так, послушай меня, это колоссально. Значит, сейчас придет эта баба, и она меня не особьет смысле. Значит, я поэтому хочу сказать. Я же тебе говорю, придура. Зайдите, пожалуйста, только быстро, потому что вы сбиваете... Я тебя испугала, потому что ты изнатил. Я сейчас у тебя... Ага. Да. Я не знаю, что ты там... Что? Грудь? Грудь у меня нормальная. Я похудел. Ну что, ну, ты понимаешь, никто никого не... Девушка, я вас умоляю. Девушка, поверьте мне. Здравствуйте, добрый вечер. Вы... Это же не крутится. Здравствуйте. Ой, слушай, пусть она стоит там, если она стесняется. Я уже понял. Она через стекло напоминает Таиса Финскую. Да? Но без стекла. Особенно на этой шахматной доске, да? Дайте ей посмотреть картины. Да, я... Ну, вот... Будьте так. Не, я не могу. У нее в глазах страх. Девушка, поверьте мне правильно. Там, где есть страх, там не может быть искусства. Да? Мне не нравится камера, микрофон и все таки. Вам не нравится камера, микрофон? Не снимает он и тебя. А он из Бурдома. Вы можете... Нет, Неля, все, не надо ничего вам говорить. Вы не меня правы. Все, не надо. Все, все, это, 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 это самое, это нужно пить литий. Литий и илениум три раза в день. Я ее... С полстакана воды. Так, все, с ней... Она мне уже неинтересна. Я уже ее не хочу. Ваги, иди сюда, я буду говорить. Вот смотрите, когда я сказал, что вы уже неинтересны, что вы уже можете это сказать, быть свободны, так вы уже пришли. Только не это самое. Ваги, иди сюда. Я же сейчас... Нет, все. У тебя работает эта херня? Сейчас нет. Сейчас нет. Ну, так включи, я сейчас скажу и скажу. У тебя кончится. У тебя пора кончать. Пойдите, девочки, рад посмотреть. У вас девочка ходит, делается, что она хочет. Как вас зовут, кстати? Я одна как вам? Что такое? Понятно. Так, хорошо. Все равно он придурок. А он ушел. Ну, это понятно, что это... Вот. Значит, я что хочу сказать? Вы можете помолчать? Дайте мне сказать наболевшее, выстраданное. Я не знаю, для кого я это говорю, но я... Я это очень говорил... Нет, мы это говорим для наших детей. Послушай, для наших детей. Так вот, я очень часто, опять-таки, говорю, пусть меня поймут правильно, даже если когда-нибудь это будет транслироваться на интервью. Я это говорил, обычно я это говорил, я с тобой беседую всегда на горшке, я тебе не могу сказать. Да, да. Так вот, что я хочу сказать. Да, сранец ты, конечно, отменный. Я хочу сказать одну вещь. У меня, вот в этой жизни, мне 44 года. Стимурул. Если у вас нет горшка, вы можете спокойно жевать один стимурул, стимурул успокаивает горшок. Ты можешь... Ты можешь... Ты можешь... Ты можешь... Ты можешь... Один раз... Жи стимурул. Нелечка, можно я буду говорить тебе? Да, да. Давай с тобой будем общаться. Иди сюда, солнце мое. Потому что... Давай так. Если у меня не оказывается горшок, мне все пользуют жевательными резиденциями. Стима, Нелочка, я тебя умоляю, пойди сюда ко мне. Серьезно, солнышко. Наталья, меня не... Вот, видишь, так. Вот, меня попросили сказать более официально. Я не знаю, для кого говорить, потому что здесь нет союза художников, мы не в Кремле, не в зале манежа, не в аукционе Сотби, мы в этой вот квартире. Если так можно выразиться в чужой квартире. Ваши волосы будут в чужой квартире. Таким, да. Вот. Пристроилась. У нас нет... Но, ты понимаешь, что я хочу сказать? Я, вот с тех пор, как я познакомился с этим вот периодом, я сразу, вот в течение каких-то пяти минут общения понял, что я, это историческое, богоданное событие. И когда я, будучи еще ребенком, мечтал и жалел, что я не имел счастья жить в эпоху Ван Гога и Гогена, а было интересно посмотреть, как они жили, и я думаю, что Бог, поскольку меня очень любит, он услышал меня и послал меня встречу с этим товарищем. Вот, с этим килпом Ваганом, который живет в полном медиатизме... Ваган, прекрати, Ваган. Ваган, он уже целый утро. Ну что ты занимаешься ерундой? Слушай, меня. Да, я тебя слышу, но я уже не могу сказать. Мы все занимаемся ерундой. То, что я делаю, это тоже ерунда. Но это историческая... Значит, помимо меня... Ну, насилует человека, я не могу... Не реагировать на это. Через пять лет, а может быть, через три года, вот эта пленка, она будет бесценна. За нее будут платить миллионы долларов. Понимаешь? Миллионы долларов. Но нас это не будет... Нас это будет касаться, потому что мы будем на втором еврейском кладбище, причем все кроме... А почему кроме... Ну, потому что, да, потому что евреи один. Армян что, тоже хоронят на втором кладбище? Ребята, послушайте меня. Я хочу сказать одну вещь, причем я не стесняясь говорю даже это при нем. Значит, вот все, что здесь, это шедевры. Это то, над чем потомки, эти мудаки, извиняюсь... Пусть он повторит, что это все шедевры, но мне все повторит, мне не нравится. Это все выдающиеся, великие произведения искусства. И при этом ковырешься на носу, чтобы себе поздно видеть, так и косвенно... Я не и делаю, я не делаю, я не делаю, я не делаю. Не кривали, пойми меня правильно, я же последние романтики и водолей, потом у меня 7b, а у меня шизофрения. Я думал, я... Да, ты можешь уже это... Я уже... Заткнись. Значит, я хочу сказать, что вот это все... А ты зря сказал, что шизофрения, никто серьезно любит это принимать. Значит, послушай меня. У меня на этот случай есть одно очень хорошее выражение, оно принадлежит не мне, а Шекспиру. Ну скажи, что ты не шизофреник. Нет. Я, как я считаю, не шизофреник. Вообще в Индии 90% шизофреников никто не знает, что он это делает. В Индии? Да. По-моему, Достоевский точно не знает. И Достоевский, и Штраус, и Гоффман, и Ростеладор. Почему Штраус, я не понял. Я имею в виду Рихарда Штрауса. Ничего, у Штрауса нормально. Так вот, понимаешь, да, шизофреников много. Ты меня все время, ты хочешь меня... Я понимаю, ты волнуешься, тебе очень приятно, что тебе такое говорят. Но я хочу сказать... Я еще раз говорю, я не знаю, для кого я говорю, но во мне кипит огромное чувство протеста и возмущения. Потому что сегодня художники типа Шемякины, Глазуновы, Брускины, Врубели и прочие говорили, что это, который написал поцелуй Брежнева с Хонекером на великой германской стиле, я же говорил, молодой, новый, молодой поцелуй Хонек. Короче говоря, не важно. Я что хочу сказать, что вот это принадлежит вечности, не народу. Народ ничего не понимает и никогда не поймет. Это принадлежит только Господу и вечности, и тем немногим единицам, которые могут это оценить и увидеть. Но я хочу сказать другое, что у нас не было к сожалению. Заткнись. Заткнись, никто не поверит твоим словам. К сожалению. Заткнись, я еще раз говорю, дурак, пожереблю. Я серьезно, я сейчас приеду до удара. Не запомни, поймите, я что хочу сказать. Я тебе говорю. Да, давай, говори, говори. Ой, как ты мне ударил. Да, говори. К сожалению, ни у кого из нас, ни у того, кто снимает, ни у того, кто здесь сейчас живет, ни у этой вот прекрасной женщины, божественной Нелечки, не будет времени, понимаешь, у нас не будет времени на то, на историю. То есть уже исследовать после твоей смерти и кричать, что вот здесь ходил Ваган, и здесь жила Неля, и здесь стояли эти работы, и вот посмотрите, и вот художник скачал, понимаешь, не будет, потому что нас ждет начало конца, да? Мы все знаем, что, так сказать, вот этот самый апокалипсис, в котором все говорят, никто не верит, он не за горами. Значит, я точно знаю, я тебе говорю как пророк, беру на свою функцию пророка, что исследовать твое творчество будет некому. И поэтому, если при жизни тебя не признают, значит, вот там, но это грустно. Вот. Это где там? На втором этаже, где Подгайнов живет? Нет. На седьмом этаже, на седьмом небе. А, ты и так говоришь. Где Подгайнов живет? Да. Кстати, никто не знает, кто такой Подгайнов, кстати, тоже неплохой пряник, тоже у него. Кто не знает, кто такой Подгайнов? Князь. Саргутинский долгорукий. Вот. Очень долгорукий. Поэтому, Ваги, я тебе еще раз говорю, я тебя люблю не потому, что ты хорошо играешь на пианино. А я что? А, да. Не потому, что ты можешь сшить из говна конфетку. Я имею в виду, из там курточки, там ты шьешь. Не потому, что ты можешь из бумаги сделать флейту, и она звучит. Да, кстати. И даже не потому, что ты можешь рисовать пальцем. Хотя пальцем нарисовать могут очень немногие. Ну, и даже не за то, что ты можешь заставить несколько приятных минут некоторым избранным женщинам. Интересно. Интересно, да? Я понятно вообще говорю пока? Только что, только что я поняла, что я об этом ничего сказать не могу. А почему? Потому, что ты женщина. Так вот, Ваги, я тебя люблю. Слышишь? Ты застеснялся, зарумянился. Ваги, я тебя люблю за то, что, вот я говорю, со времен... Он правильно держит меня. Я в своей... Он правильно держит меня. За что тебя любит? Я в своей жизни, я тоже гений. Ты сыграешь? Я сыграю, обязательно. Я сейчас сыграю, обязательно. Давай тогда еще возьми. Подожди. Возьми скрипку. Давай, давай, давай. Да, да, да. Иди вот сейчас, он возьмет скрипку и завершим этот музыкальный такой момент. Давай. Первый месяц, я заканчиваю. Дай сюда. Вот вы не говорите. Пусть он болтает, а вы говорите. Что? Что скажете? А можно я просто так скажу? Вас же не видно. Вы просто говорите. У вас такой нежный голос. Говорите вот так. Да не надо микрофон. Мы очень понравились. Она правда? Да. Тогда подсеркнуйся. Она ценила Жуя Лизбагана и встреча с ним подложила огромный отпечаток. А Мороси, Мороси, ты спрятай. Мороси, Мороси, ты спрятай. 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 Я кончил. Ты кончил, да? Сними меня. Да, да, да. А как она видна? Ну да, подноси микрофон, подноси. А я в лету с ним. Подожди, подожди. Девочка воздержит, Наташа. Девочка воздержит. 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 Как тебе нравится? А ну ладно, ладно, снимай. Леся, ничего инструментов? Леся, ничего инструментов? Леся, ничего инструментов? Леся, ничего инструментов? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok